всем привет ребят сегодня встал я пораньше время 8 утра и едем в гараж заниматься ford фокусом первым нужно много чего там сделать поменять цилинд блоки задние рычаги стойки все в круг поменять вот буду делать буду вам показывать как что кому интересно смотрите все все если скажешь что ты найдешь в нем причины че я не считаю чем кастин просит тебя остаться не сумею слишком слабо за тебя у меня будет ли я плав ты так а я не кареневский кафе вот они у нас запчасти сегодня еще заберу задние ароматизаторы вот такие у нас такой у нас фирмы идут передние стойки и здесь всякие у нас причин дала сейчас скрою посмотрю покажу у нас вот сами они стойки передние пружины мы не стали заказывать они у нас там нормальные но здесь у нас коробки стойки здесь у нас идет получается сами у нас здесь а порут эти передних стоек идет вот они сейчас достанем вот они у нас какие что тип так вот их тоже у нас две штуки мы заказали также у нас передние здесь колодки потому что там они уже подстерлись идут они тоже у нас все сборе фирма довольно такая в принципе хорошая я покупал номер себе по этой фирме не как бы вроде ничего не подвело как бы работали нормально это не четыре штуки задние передние у нас получается также у нас здесь находится подшипник стойки ароматизаторы так понимаю задние здесь так здесь у нас пыльники по моему сейчас я смотрю не помню уже на задние стойки наверное или нет нет у нас получается лим блоки назад здесь у нас здесь у нас задние эти идут у нас колодки и передние ну и в коробке у нас здесь должны быть уже сами пыльники для задних ароматизаторов вот они идут у нас вот они ну вот он сам for час мы будем начинать задние передние подвески будем все поднимать откручивать как ребята разобрали мы сняли колесо нам надо снимать вот эту стоечку замена на он себя течет у нас все вот эти вот шланчики надо будет открутить отсюда все поснимать вот так же замена колодок диски вроде более-менее нормальные колодки где-то процентов может 40 есть нас он лучше заменить вот значит так у нас откручивать надо вот это вот у нас косточку и и надо открутить будет сама косточку и здесь надо будет тоже откручивать стягивать пружину снимать сама стойку чем мы сейчас и займемся смотрите у нас почти все открутили не откручивается блок блок болт не откручивается вот этого кулака поэтому скорее всего придется снимать полностью шаровый откручивать ступицу и вытаскивать его полностью чтобы открутить либо спилить не знаю будем смотреть сейчас как лучше нам сделать будет вот она у нас получается грани у нас стерли был сам по себе поход такой уже потому что я засунул только начал натягивать и он меня прокрутился тут же значит будем разбирать скорее всего сейчас все подвеску откручивать ступицу и так далее так ребят сейчас попробуем сделать по-другому попробуем мы нагреть вот этот кулак с болтом и попробуем открутить если не получится то будем разбирать полностью так ребят но мы сняли короче суппорт диск сняли рулевой наконечник сняли сейчас останется у нас снять снизу шаровой и вот это мы должны уже вытащить а еще это шурус вытащить и вытащим вместе с этим самим кулаком у нас гайка не получилось сняли колодки сами они вот на таких вот пружинках типа делать и держатся сейчас снимем этот у нас получается датчик abs я так понимаю снимем лишь сам шурус ты стойку будем снимать одно смотреть что мы тут короче придумали сделали по-другому спилили нахер короче взяли стойку пополам вверх мы вытащили низ мы у нас здесь не отключился болт моего сверли высверлили и также открутили потом вот сам саму стойку мы ее распилили пополам взяли болгаркой и потом уже здесь когда уже вытащили стойк чтобы удобнее было у нас самого сам кулак из покрутился туда-сюда мы его здесь расферлили и также здесь нагрели попили короче вытащили пол сейчас собираем стойку заново датчики все пока поснимали чтобы не снимать чтобы не снимать шурус не снимать и сейчас будем ставить обратно стойку ну здесь также вот три гаечки откручиваем и вынимаем ее эту стойку сейчас будем обратно запихивать надо будет еще поменять нам что-то эти косточки они у нас не очень уже вот самый был геморрой это вот здесь самом кулаки задолбались его сейчас будем заново ставить стойку брали мы посту стойку все обратно начали обратно все ставить все стянули косточку поставили рулевой наконечник и сами шрузы все вот стойка вроде стоит осталось сверху еще там прикрутить и все единственное что она отличается тут этим ушком не знаю откуда на первой стойке такого не было ушка может быть какой-нибудь там не знаю классический там ушка вот еще что-то здесь какая-то хрень стоит вот а так вот поставили как бы вроде все крепко держится сейчас правую с левой стороны делали сейчас будем делать правую сторону вот так же открутим колесо поменяем сейчас здесь у нас стянем мы поршень и поставим новые колодочки эти уже у нас все колодки кирдыка кирдык не очень кирдык на камеру конечно как будто новый на самом деле уже процент в 30 их нету и что на это тоже самое лучше поменять диск в принципе более менее хороший поставим сейчас обратно датчик у нас я так понимаю это датчик узнать обратно сейчас мы поставим нет сюда его такого вот к нему и болтиков прикрутим вот ребят но как-то так сейчас начнем правую сторону тоже так сниму покажу вот ступицу не стали мы снимать пополам вот так обрезали стойку вытащили и потом уже все сделали у нас у самым больное место это вот этот болт у нас он не откручивался и не сжимался сделали моего насквозь вот так так ребят всем привет приехал с утра до дело дальше машинку сделали мы вчера стойки поставили все разобрали сделали мы совсем по-другому не как хотелось шурузы мы не стали вытаскивать мы короче спи спиливали сами амортизаторы снимали потом выбивали с левой стороны у нас был так и не вышел нихрена моего высверливали ну и так далее тому подобное и с правой стороны все как бы открутилась нормально тоже спилили его и также вытащили не стали шурузы вытаскивать и так далее вот сейчас начнем менять задний саленблок я вам все покажу и задние стойки стойки еще не забрал и буду забирать в понедельник сегодня чисток разберу поставили у нас новые колодки поставили ну и новый новые стойки машинка приподнялась была вот так где-то низко вот где-то настолько она у поднялась сейчас мы будем делать задние саленблок менять сейчас я вам покажу вам саленблоки какие будем менять задние они находятся задние колодки также будем менять но и вот такие вот саленблоки а вот они сейчас их и открою вот он сам саленблок с правой стороны у нас его вообще пипец его нету здесь там типа резина или что такое и вообще нет он ходит туда-сюда вот так с левой стороны еще более-менее нормально но он тоже короче ходит поэтому сзади все долгит но и стойкам там также вот ну и также сами колодки тоже будем меня амортизаторы придут у нас я так понимаю должны были прийти вчера но что-то я сам не съездил и так далее придется понедельник и но сегодня все пока разберем сменяем сейчас заменим колодки задние сняли суппорт здесь 2 2 болта на 12 на 13 точнее они здесь вкручиваются здесь у нас гайкой поддерживаем чтобы открутить не все и снимаем его снимаем аккуратно чтобы шланг не оторвать тому что он здесь натяг идет чтобы снимать шланг и также тросик здесь но здесь не работает у нас ручник тоже надо будет делать колодки прикипели все вот их тут почти нету колодок задней на и диск такого же тоже желательно бы поменять но еще походит вот и соленблок вот на этом рычаге мы будем менять сейчас я вам покажу потому там снизу находится там снизу я буду буду делать я вам покажу но и сам амортизатор тоже самое тоже он весь уже в масле надо будет его разбирать тоже откручивать и также снимать вот сейчас мы заменим колодки посмотрим как этот у нас вообще рычаг я пирас разбираю не знаю как он еще будет у нас идти может быть надо будет ли тяги снимать все вот но мы попробуем что-нибудь посмотреть скорее всего я думаю наверно будет надо разбирать тяги вот эти все вот это все тоже разбирать также все это снимать так ребята поменяли мы здесь колодки сняли все тома поменяли рассказываю чтобы поменять там соленблок нужно разбирать здесь полностью все вообще заднюю полностью подвеску что то что то что мы решили сделать на данный момент мы оставим пока потому что он более менее но как бы желательно будет его заменить вот сейчас мы закажем все саленблоки все задние полностью подвески и тогда мы уже будем выпрессовывать и разбирать полностью заднюю подвеску чтобы уже забыть про нее на данный момент сделали пока колодки новые поставили стойку мы сняли стойки нет сейчас только придет мы заберем поставим и сейчас также с той стороны сделаем разберем стойку и уже будем ждать потом просто воткнем прикрутим и все так ребят ставим мы новые задние стойки откручиваешь там вверху один был ты снизу здесь один откручиваешь и короче собираешь обратно новые вот они пришли лежат стойки вот и ставим обратно также у колодочки новые поставим у нас те вообще все прямо с числены были диск вроде более-менее но проверим посмотрим ну вот так что так сейчас будем собирать ну все мы на ford focus все поменяли все стойки и так далее все у нас вроде получилось нормально заднюю подвеску бойца на трехнуть покупаем когда саленблоки все и так далее всем спасибо за просмотр всем пока а